Но вы человечище, конечно, с большой буквы молодец. Я телевизор не смотрел никогда. А тут узнаю о вас, как о личности. Мне почти сорок, и только недавно я полностью изменил образ жизни. Останавливался я с вами на ошибке. ТВ-бокс. Вот очень интересное письмо. Почему человек начинает интересоваться такими вещами, о которых я сейчас рассказываю? Да потому что как раз к сорока годам он уже прожил. Он, знаете, как ребенок выбежал. Сначала ребеночек маленький, он учится ползать, набивает шишечки. Потом встал на ножки, опять упал, научился ходить, набил там шишечки и так далее. Но он уже научился держать себя, чтобы не принести своему телу вред. И тут, понимаете, вот она. Мы становимся взрослыми и в жизнь, как малые дети. А-а-а! А-а-а! Сейчас я буду вот это брать, что-то от этого, что-то у меня то будет, а это вот то будет. И так далее. И тут, как вы учитесь ходить, так точно в жизни, вот примерно лет до сорока, начинается учеба. А как жить надо? Что вот так вот нельзя, допустим, где-то там хапанул, у кого-то, грубо говоря, там, ну, обманул там. Что-нибудь там еще там сгандыбил или еще такое-такое дело. Значит, повстречался, допустим, с девушкой, сделал ей так, или девушка парню так. И все это вот, значит, интересно. А, вот там весь подружил, тот подрался. А потом вот, будем говорить, вот это все уже вы набили тут шишек и так и сяк. Кому-то дали там глаз, вам там дали глаз, кто-то бросил вас, кого-то бросили вы, на чем-то сошлись, на чем-то не сошлись. И наступает такое отрезвление как раз к сорока годам. А как же надо жить для того, чтобы вот как-то, как-то быть, главное, довольным. Чтобы вы были довольны. И вот тут уже человек начинает рассуждать, искать какие-то умные книги, вот. Менять образ жизни, осознавать свои ошибки. Очень жалею, что не смог сделать этого раньше. И правильно, потому что вы еще не накопили того опыта, на основе которого надо было делать анализ, анализировать свои ошибки. Это очень хорошо, что вы еще до этого дошли. Большинство так и не доходит. Они думают, вот жизнь, она идет вот так вот, вот она идет, она самотеком, вы там что-то там делаете. Вот кто-то счастливый, кто-то не счастливый. Кто-то там встретил богатого супруга или примазался там еще кому-то. А кто-то не встретил. Так, понимаете, рассуждаете, рассуждаете. Нет, это не тот. Вот именно надо совсем по-другому посмотреть на свою собственную жизнь. Что вы сделали в ней хорошего? К чему вас тянет? Как зарабатывать деньги? Как зарабатывать деньги так, чтобы вам было комфортно, а не просто вы там работали на трех-пяти работах и это. Вот чтоб вы нашли себя в жизни. И эти поиски как раз длятся до сорока лет. Поэтому человек и не задает вопросы. А когда он вот это вот все прошел, он начинает задавать себе вопросы. Многие попадают в тюрьму, понимаете. И нельзя сказать, что это он попал в тюрьму, что это плохой человек и так далее. Он так получил вот такой вот опыт. И я знаю людей, которые к нам на передачу приходили, которые уже совсем по-другому стали относиться к жизни. А вначале, вначале, чтобы вот так вот они относились к жизни, как сейчас, им пришлось сделать какие-то там преступления. Нету такие вот, которые повлияли на их мирозрение и подтолкнули к тому, что они начали меняться, изменились. Желаю вам целеустремленным и желаю всем целеустремленным достичь их цели, если, конечно, их цель не вредит окружающим. Ну вот правильно. Потому что мы должны так жить, так жить. Сейчас, кстати, по РЕН-ТВ, очень интересные программы идут. Вот раньше, может, кто-то слышал о Блаватской, которая рассказывала совершенно с иных позиций, что человечество, вот, думаю, человечество, ну вот, если там взять по Библии, там, грубо говоря, с чем-то тысяч лет назад было сотворение мира, человек начал жить и так далее. На самом деле, она пишет, люди живут уже миллионы лет, и вот как раз тут находят останки огромных великанов. Откуда они взялись? Это были лемурийцы. Далее поменьше люди. То есть, если лемурийцы были ростом по 20 метров, там и более 24, атланты уже меньше были, где-то 15, там 10 метров роста. Далее там еще, то есть, как бы сказать, расы эти шли, менялись, менялась, значит, не телосложение, а масса тела. И вот она рассказала такие вот интересные, значит, вещи, о которых, значит, кто-то еще тогда это было рассказано в конце 19 века, в начале, значит, вот 20 века. Вот, потом, значит, все это дело так это, знаете, вот, подпольно там печатали, частично что-то ушло, частично там-то что-то осталось, какие-то материалы. Она очень много напечатала, и причем она передавала знания, которые ей помогал, ну, помогал, будем говорить, добывать учитель. Это отдельная тема разговора, мы не будем этого касаться. Но, так вот, сейчас вот эти вот знания смотрят, находят вот эти все раскопки, и лучше, чем объяснение Блаватской, нету. Так вот, вот, чтобы, чтобы, а, к чему я введу? Так вот, как люди жили, значит, раньше, значит, устремление людей, вот тех древних рас, было такое, чтобы за счет своих умственных способностей можно было облагораживать вокруг себя пространство, знаете, не копать, не грябать, не продавать, не еще что-то такое, не тем более там кого-то там убивать, кого-то делать рабами и так далее. То есть, это была жизнь за счет своего собственного ума. Они могли, ну, вот, как говорили, Христос из воды там сделал вино, переломил там хлеба и получилось столько, что там хлеба хватило. То есть, вот такие задатки были раньше у человека, они их использовали. Потом все это потихонечку-потихонечку исчезло, и человечество пришло к тому, что оно уже друг друга считает врагом. То есть, вместо того, чтобы каждая личность могла развиваться в духовном отношении, не мешая друг другу и за счет своего сознания, говорить, облагораживать то место, где живет, и кормиться за счет этого, получилось наоборот, он живет где-то там, а тут у него интересы, он тут копает, гоняет и так далее. Так что вы правильно сказали, целеустремленным достичь их цели. Цели, конечно, бывают разные, но вот цель оказывается, понимаете, одна. Это совершенствуется вообще наш дух. Тело, увы, отмерло, через какое-то время мы идем на новое воплощение. И что? Ни деньги, ни какие-то блага мы с собой не можем забрать. Мы только можем забрать с собой то, что накопили вот этот вот жизненный опыт, и насколько изменилось наше сознание. Насколько мы поняли вот это вот величие пространства, в котором мы живем, свое место в нем, понимаете, как помощник этому пространству, вот как клеточка в организме, она же помогает всему организму, да? И вот так вот в радости жили, а пространство, ну, все дает нам, но... Ладно, ну, вы, короче, поняли. Продолжение следует...